Граждане, солдаты отныне свободной русской армии! Мне выпала редкая честь поздравить вас со светлым праздником! Цепи рабства разбиты! В три дня без единой капли крови русский народ совершил величайшую в истории революцию. Коронованный царь Николай отрёкся от престола, царские министры арестованы, Михаил, наследник престола, сам отклонил от себя непосильный венец. Ныне вся полнота власти принадлежит народу. Во главе государства стало временное правительство для того, чтобы, возможно, в скорейший срок произвести выборы во Всероссийское учредительное собрание на основании прямого, всеобщего, равного и тайного голосования. Отныне да здравствует русская революция, да здравствуют учредительные собрания, да здравствует временное правительство! «Ура!» – тыси голоса загребела толпа солдат. Николай Иванович Смоковников вынул из кармана замшевого френча большой защитного цвета платок и вытер шея, лицо и бороду. Говорил он, стоя на склоченной из досок трибуне, куда нужно было взбираться по перекладине. За его спиной стоял командир батальона Тенькин, недавно произведенный подполковник. Обветренное, с короткой бородкой, с мясистым носом, лицо изображал напряженное ожидание. Когда раздалось «Ура!», он озабоченно поднес ребром ладонь к козырьку. Перед трибуной на ровном поле с черными платальями и грязными пятнами снега стояли солдаты, тысячи две человека. Без оружия, в железных шапках, в распоясанных, мятых шинелях и слушав разимые рты удивительные слова, которые говорили Бакровый, как индюк барин. Вдалеке, в серой Камбле, торчали обгоревшие трубы деревни, за ней начинались немецкие позиции. Несколько лохматых ворон летали через это унылое поле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok